Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не смотрел этот фильм? Рекомендую вообще. У вас нет, вы дровами топите? Отправьте зелененька, хоть дрова в это порубите. Конечно, дровами газ весь у вас. Может, у него руки хоть устанут, он не будет заляпывать постоянно этот компьютер. Ты говоришь, обидно. Не, ну, ребят, ну, что делать? Ну, нету жены у человека. Это же хорошо, хорошо хоть к вам не пристает. Понимаешь? Кто знает, что он делает, когда вы спите? Ребята, Яша, ты задумайся вообще. Я могу сказать одно. Ваше сиятельство, если хотел сказать. Ваше сиятельство? Я тебе могу сказать, животное ты ебучая. Я тебе могу сказать так. Товарищ, вот, слушай меня, пожалуйста. Вот ты сейчас где находишься? Украина, город Полтава. Андрей Полтава меня зовут. Ты из Полтавы? У меня есть бокал пивной, Полтава. Я знал одного пацана. А, это ты украл у меня, у меня в поезде стащил кто-то бокал. Стеклянная, с деревянной ручкой. Нет, не стеклянные, а керамические. А босрные, которые встали все мужики, ты с него пил потом, да? Что у тебя за фантазии? Ты, это, как это, колофил или кто-то? Что за фантазии, дружище, понимаешь? У тебя жена лежит неебанная, ты сидишь в видеочате. Ладно, мы на вахте находимся. Ты животное, блядь, а босрное, которая... Лошадь тоже работает. Профессия у тебя есть какая-то? Скажи, пожалуйста, вот, понимаешь, вот, человек, или как к тебе я прощаюсь, даже не знаю, а мёбах, я тебе буду... Андрей Анатольевич или ваше сердце, что у тебя такая короткая память, я не знаю? Одноклеточная, одноклеточная инфузория туфелька, ты, это такое. Понимаешь, друг, если бы ты приехал, блядь, в Россию, вот в Россию ты бы приехал... Да не дай бог, ой, ты что, вы эти ебеня, перестань. Что там делать? Скажи, пожалуйста, вот... Это ваша, ребята, это ваша, это ваша большая, большая страна. Это ваша, я вас прошу, сидите там, натирайте трубу Путина, натирайте там, прокладывайте свой нефтепровод, или что вы там делаете, все, это ваша работа. Так понимаешь, вы... Сколько там вы получаете сейчас? 30 тысяч зарплаты, или сколько? Сколько? Мы получаем 90 тысяч. Прям все? Это на всю бригаду, да? В смысле, каждый получает 90 тысяч рублей. Это вы там, блядь, сосёте в Латвии и получаете... Хорошо, я спрашиваю, какая у тебя профессия какая? Я монтажник. Монтажник? И что ты туда монтируешь? А ты живность ебучая сидишь, брода отпустила, который даже не понимает... Да не подгораешь, что ты подгораешь? Ну, так а что ты монтируешь? Ты электромонтёр... А ты чем занимаешься, скажи, пожалуйста? А, это про тебя анекдот, что говорит, не орёл, не птица летит и матерится. Угадай, кто это. Это электромонтёр, который ебнула током. Дружище, я линии электропередач не трогаю, я ЛЭП вообще не трогаю. Я занимаюсь монтажом силового оборудования в недороговых подстанциях, понимаешь? О, молодец. Вот, вот. Вот, и ты думаешь, что, дружище, вы если там, блядь, на своей Украине там отделились, как говорится там, грубо говоря, я не буду скрывать, у меня там мать с Украины, я не спорю. Но когда пошла эта дележка, и потом я начал разговаривать с родственниками, когда начали... Они тебя так-то жрёбаные оккупанты тебе начали говорить, да? Начали говорить, да. Когда я вообще... Казалось бы, почему? Даже участие не принимал. А в чём, при чём? Скажи, пожалуйста, мы на Донбассе... Сколько тебе лет, скажи? На Донбассе какое-то участие принимали? Скажи, пожалуйста. Сколько тебе лет? А сколько тебе лет? Ну, тебе 25 лет, да? 25, да. Да, 25 лет. То есть ты родился как раз тогда, когда уже дележ весь произошёл. Ты уже родился, когда Россия была отдельно, Украина отдельно, всё. Какие вопросы? Да, никаких вопросов нет. Я тебе за это... Так что, ты говоришь, какая началась делёжка? Ты так и говори, когда в 14-м году ваше страна, секундук, ваша страна напала на Украину, оккупировала территорию Крыма, напала на Донбасс, на Луганский, начала убивать украинцев. Вот слушай меня внимательно, Анатолий, как ты это называешь? Андрей Анатолич, да. Вася, Петя, мне похуй, я тебя буду называть хуй. Хуй. Вот слушай меня внимательно. Только хуй 25, вот просто так, и всё. Дружище, у тебя меньше мизинца, я тебе могу поспорить. Ты даже животное, блядь, лежишь сейчас, разваляешься в этой рулетке, ты даже хуй не стоишь, даже жену страх от не можешь. У меня пацаны работают с Луганска, вот знакомые ребята работают с Луганцем, говорят, что украинцы, грёбаные пидорасы, которые даже не могут заступить за свою страну, блядь. Ваши же украинцы, которые... Секунду, я просто хочу этощить. То есть, Луганские ребята, которые сейчас сбежали из своей страны, они не встали на защиту её, этой страны, когда пришли российские оккупанты, они тебя сидят рассказывают, что их кто-то должен был приходить защищать. Что же они сами не защитили? Вот слушай меня внимательно. Они так же... Они... Это хуй. Это не хуй. Это хуй. Это не сериал. Просто. Хуй мизинец. Чё, ебаный, сын до сих пор разводит. Хуй мизинец, стой. Хуй мизинец. Ребята работают со мной в Луганцем. Они со мной работали. У вашего зелёненького какая-то сексуальная травма в детстве была, ребят. Ой, сексуальная травма. Дружище, ты даже... Да, у него каждый день. Ты даже, блядь, бездупый. У него каждый день сексуальная травма, да? Дружище, вот слушай, пожалуйста. Это когда в душ вы ходите, да? И он видит, какие у вас, и у него этот каратыш. Понимаешь? У него даже... Да у него там пизда, там охрана. Понимаешь? У него даже детей нет. Понимаешь? Он получился котом подняли вагон, представляешь, а там где собаки убедят хуй. Пострей на устике он делает дитя постоянно. Он лежит пизду к женщине. У него даже детей нет. У тебя есть дети вообще? Скажи, пожалуйста. У тебя есть дети? У тебя есть дети? Хочешь, чтобы я тебя усыновил? У тебя есть дети? Подожди, секунду, подожди. Ты так и не рассказал про ребят с Луганского. Я его зауважал, потому что он разговаривает с тобой уже 5 минут. Понимаешь? У этого жил. У него даже... А, это я единственный, кто смог выдержать этого, да? Этого канарейку этого. Слушай, Яша, подожди. Это вы не подправили его в Сундре? Это... Это полшестого? Вот у него такая хуйня. Слушай, секунду. Это не тот парень, которого воспитали дьяклы, нет? Полшестого, двенадцать. Можно я поговорить? Полшестого? Да что с ним разговаривать? Это живность. Это живность. Можно, по-моему. Знаешь, он... Ну, да, хватит. Поговорим, я бы... Яша, да дай ему поебалу, что ты ждешь? Даля, дай ему поебалу. Я не поговорю, пока ты тут съешь, клядь, полежи. Пусть он... Слушай, дайте ему брому какого-то выпить, потому что он вот это вот все машет, я не знаю, уже 5 минут вот это... Писюнами вот этими, что-то мне рассказывает, ребят. Он как доказал, ему надо бабу найти. Вы ему хоть со снега слепите, там, я не знаю, шапку какую-то, ушанку приспособьте, ребят. Почитай напасный секс. Ой, друг, знаешь, тебе могу сказать, Андрюха? Или, слушайте, или, может, ему снеговика надо с морковкой. Снеговика с морковочкой. Только не в носу, а в другом месте. Морковку побольше. Что у вас за музыкальная программа? Кто у вас там поет? Где? Океан Эльзы, нет? И Океан Эльзы, и все поют. Брэш. За деньги, ребята, у вас же денег нету, поэтому... Там у нас бабок, шоу дурный фантик. Я и говорю, мы... А, ну, секунду, Зеленый, не подсказывай, секунду, Зеленый. А, ну, Яша, сколько зарплат у вас? Подожди, не подсказывай, Зеленый. Я не подсказываю. Я не подсказываю. Я не подсказываю, Зеленый. Питер, ты, блядь, бородатый, блядь. Перемотай, сука, жаба, ты ебаная. Он сказал 90, ребята. У меня 2000 человек смотрят, ребята. Секунду, секунду. Питер, ты не ебучий, блядь. Я сказал, 70 рублей я получаю. Секунду, секунду, подожди. Секунду, 2000... Сука, ты! Я вас ебу, у меня Питер, блядь. Это человечеще, я тебе говорю. Это питер. Ребята, секунду. 2000 человек смотрят, ребята. Сколько он сказал? Ты, сука, сказал, что я получаю 70 тысяч. Что ты сейчас мои слова переворачиваешь? Сколько он сказал? 70 или 90? Ну, ребята, давайте. Секунду, ты ебаная, я бошеная, блядь. Я тебе, сука, блядь, надрачу и кончу тебя на лоб. Я размазу, я потом ебал тупому, блядь. Ты, блядь, дурак. Слушай, подожди. Пацаны не будут врать. Смотри, 90 тысяч ты сказал, чувак. Сука, это питер ебучий. Да, я пару человек. Это интеллектный человек, между прочим. Не то, что ты. Не то, что ты. Андрюха, ты вообще... Откуда? Украина, город Полтава. Андрей Полтава меня просто, может, называет. Битерс, знаешь, что ты? А, ну, у нас же что, лично, я тебя не знаю. Да вот, битер, раз. Не пойди, я не знаю, я тут у меня участие. Слушайте, наберите сейчас снега срочно в тазик. И пусть он жопой сядет, потому что прогорит. Штаны прогорят, казены, ребят, все потом. А что, снег есть? А у вас нету снега там? Вам передать снега? Блин, я не знаю. А как передать вам? Так вот же... Может, в ведре набрать. Без денег не передадите. А, ну, без денег, да, да, извините, ребят. Скажи, подожди, я уже отравлю. Ладно, Андрюха. У вас жена в сарай выглядела? Хотелось бы услышать... Да заглохни себе, блядь. Хотелось бы услышать... Ну, правда, пойди, покури, а? Я просто хочу с человеком пообщаться на... Дай сигареты, я буду покурю. Зеленый, ты задолбал уже, пойди отдохни. Не мешай взрослым разговаривать. Где твою жену, которая уже... Все, все, ты мечтай, все, успокойся. Твоя жена, это сейчас вот там дырка в заборе. Все, давай. Жену, пожалуйста. Да, 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 давай, иди. Все, да, да, ну, на согласии. Все, иди. Все, сбегай за сигаретами там пока, давай. Я ему дам. И зажгалку дам, на... Расскажи, ты сейчас, получается, западенец, да? Ну, почти. Ты представляешь себе Украину? Ну, охуительно. Вот это западная Украина, восточная, а Полтава прямо по центру. Да, 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 да. Ну, так какая она западенец? Ну, практически, почти что. Не, ну, это если бы я ходил бы в западенской... Не, я заме... Я сейчас... Не... Ходил бы в западенской фуражке вот такой бы, то-то, да ладно. Подготовился. Я сейчас не за географию, а за менталитет. Да, или менталитет. Или с таким автоматом выходил бы. Не стреляй, не стреляй. Ты подготовился прям. Скажи. Ты расскажи, расскажи мне какую вещь, вот. Почему, пидорасы, мы? Блин, я не знаю, может... Ну, понимаешь, это исторически так сложилось, что мы, пидорасы, из-за того, что вас... Не надо сливаться на историю. Вот конкретно сейчас. Конкретно сейчас. Хорошо. Ну что, Украина-Кубань у вас отжало? Украина-Кубань? Кто такая Украина? Кто такая Украина? Ну, суверенное государство. Когда оно им стало? Когда, Андрюх, когда оно им стало? Тогда же, когда и Российская Федерация появилась. Когда Российская Федерация появилась. Пока Америка давала вам денежку за ваш газ, пока вы жили хорошо, пока перестала давать, вы теперь получаете 50 тысяч рублей, которые... Четыре года назад это было почти штука баксов. А сейчас это... Я же не говорю, что мы живем там пиздец. Да, нет, тогда это было 2 штуки баксов. Нет, давай без сарказма просто поговорим. Нет, без сарказма. Без сарказма. Без сарказма. Без сарказма. У нас сейчас все ездят в зарубеж, я не знаю, ездят в Европу работать. Что там у вас ловить с вот этим зеленым или что там, я не пойму, что там? Забирать последний хлеб у вас? Последнюю шишку с елки или что? Я считаю, что это неэтично, потому что завтра вы будете собирать ходить мох по тундре, блин. Видишь, Андрюха, ну ты взрослый человек. Ну да. 41 год, нихера себе. Ты веришь реально в то, что ты говоришь сейчас? Я верю. Дело в том, что я тебе объясняю, что санкции, они на десятилетие. Также ерепенили в свое время Куба, город, этот остров свободы, который думал, что это... Блядь, слава. Что это один день, два и все, и кончится это. Смотри, ну вот реально давай подведем результаты. Сейчас за последние четыре года санкции, которые на вас не влияют. Рубль обесценился в два раза, потому что доллар вырос. Фонд благосостояния с 1 января этого года закрыли, просто нет его. Вы исчерпали его. Один фонд уже все. Сейчас вы добиваете... А, резервный фонд он назывался. Резервный. Все плохо у нас, это я без тебя знаю. Дальше что будет? Ну так ты говоришь, подожди, если ты все знаешь, зачем ты меня спрашиваешь. И вот это все будет дальше только нарастать. Пока ты тут будешь на шахте, ой, на вахте вот там шарашить, вот эти твои 50 тысяч рублей превратятся в фантики. Ну, сейчас я не об этом хотел поговорить, не о мелком этом. Ну, о чем, о чем-то? У кого больше, у кого меньше, там... У медведя, понятное дело. Да, 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 да. Я хочу... Хотел поговорить о том, что... Ты думаешь, блядь, вы пиздачи себя будете чувствовать, блядь, когда, блядь, ваше, как ты говоришь, суверенное государство, оно же полностью зависит, блядь, от России. Нет. Мы сейчас... А какая у вас экономика, Андрю? Да, смотри, ты был прав. Мы зависели от вас. И сейчас мы избавляемся от этой зависимости. Смотри, газ мы не покупали два года у вас. Мы покупали в Европе. Тихо, тихо, тихо. Мы перенастроили нашу торговлю. Мы сейчас торгуем за рубеж, продаем наши товары. Чем? Чем? Чем вы торгуете? Начиная от сыра и заканчивая ракетными ступенями, ракетные двигатели, на которых летают европейские ракеты сейчас. Где эти ступеня изготавливают? В Европе. На наших заводах украинских. Ну, хорошо, на ваших заводах где? В Украине где? Ну, конкретно. Ну, эти, ну, вы же все прекрасно знаете. Мы прекрасно знаем. Ну, смотри, просто, смотри, просто как пример. Вертолетные двигатели, вы же там на вахте бываете, вы же знаете. Вертолетные двигатели, все украинского... Да, все украинского производства. Петалургия, да, авиация. Почему за эти годы, секунду, почему за эти годы процветания, пока у вас все было, вы не наладили даже производство вертолетных двигателей? И ты меня спрашиваешь, чем мы будем торговать? Вам будем вертолетные двигатели продавать 3 доллара. Ну, шо, ну, продали вы 100 вертолетных двигателей, и ты считаешь, что экономика вашей страны пиздец взлетела как? В смысле? У нас... Блин, Украина это житница мира. Мы можем только засеять и собирать и пахать, и больше ничем другим не заниматься. Ты понимаешь, что во всем мире голод. Вы завтра, когда накачаетесь нефть, накачаетесь газа, вы все равно захотите жрать. Потому что жрать у вас не хрен-ка. А что, по-твоему, Краснодарский край, Ростовская область? Ну, один Краснодарский край не накормит всю Россию, ты прекрасно понимаешь. Южмаш, Южмаш, секунду, Южмаш Антонов Мотор Сич, он подсказывает. Что-что? Ну, что ты, я думал, фраза продолжится. Нет, Южмаш Антонов Мотор Сич, ну, просто ты просил назвать предприятие, я тебя называю. Которые изготавливают авиационную продукцию. Да, которые изготавливают двигатели и другую продукцию. Сейчас у нас свои ракетные комплексы, которые типа ваших Искандера, вот, сейчас испытали. Отличный комплекс, так что... Постреляли. А армия, наконец-то, у нас людская становится, на которую можно посмотреть, не разворована. Потихоньку, ну, как ты хочешь, 20 лет разворовалась страна, а то и больше. И чтоб за один год стало хорошо в условиях войны. Где это? Откуда это все берется? От, блядь, продажи этих вертолетных двигателей, блядь? Человеческим трудом. Ну, ты это себя послушай. Ну, слушай себя, да. Да, блядь, этот, вот, ебаный Трамп денег дает и разжигает эти, блядь, все цветные революции. Чуть-чуть дал, блядь. Мы просим четвертый год, чтобы нам дали оружие, а нам только сейчас вот дадут летальное оружие. Кто нам что дает? А нахуя вам оружие? Такие для цены... Оккупантов ебашить? Зачем вам оружие? Я ж тебе спрашивал, мы у вас Кубань забрали? Нет, вы у нас Крым оккупировали, вы на Донбасс нагнали своих, как хотите, назовите. А не, подожди. Добровольцы, наполченцы. А какой вариант еще был, вот, допустим, да, со стороны Путина? Вариант заняться своими ебенями, чтобы вы не вот этом... Не на вот этих кроватях спали, пружинных. Кучи Тарасов, блядь, в Черное море, блядь, поставили которые ракеты, блядь, направлены на... А что оставалось, скажи, блядь, ему? А вам еще не направлены со всех остальных участков ракеты? Да, ну мы выставим. На вас, скажи, послушай, на вас кто-то нападал вообще, скажи. Мне знаешь, что просто стремно слышать от тебя, взрослого человека, вот такую позицию. Ты же понимаешь, как бы народы-братья, да, там, российский народ, украинский народ, по сути, там, один народ, да? С чего бы это? Послышу, ты, кстати, сказать уже третьем, там, или четвертый в чате, ну, который, там, более-менее адвокатный, с которым я общаюсь уже, там, ну, ни одну минуту, и не пять даже, да, дольше. И ты же пойми, все вернется-то на круги своя. Сменится правительство, изменится политика. Ну, вот это то, что происходит... Вер, в какой стране, секунду, в какой стране? И в вашей, и в нашей. Ваша изменится? Ты что, против Путина, или что? Я, да. Серьезно? Ну, ты же, наверное, все равно на выборы не ходишь. Как ты можешь повлиять? Почему не хожу? Чего ты решил? Из-за кого ты собираешься голосовать? Ну, это важно. За Жириновского, за Жириновского. Нет, нет, не за Жириновского. Ну, что ты подъебываешь? Я с тобой серьезно разговариваю. Нет, так я серьезно. На кого ты думаешь, он поменяется? Ни на кого. Будь Путин и дальше. Я знаю, что он ни на кого не поменяется. Ну... Ты просто спрашиваешь, я говорю... Так, подожди, как может отойти? Я говорю, поменяется правительство. Я говорю, с какого оно поменяется? Я не говорю, что это произойдет завтра. То есть вы ждете, что у нас поменяется и станет парароссийское правительство, правильно? Нет, вообще не жду. Мне вообще как бы похуй на ваше правительство, вообще. Ну, так чему ты вел тогда, хорошо? Я не похуй на ваш народ, так и на наш. Потому что, блядь, у половины, больше, чем у половины, у нас, родственники там и также, соответственно, оттуда... Вопрос, нахера вы этих родственников убиваете тогда? Ну, блядь, ну все, пиздец. Я потерял интересную беседию, серьезно. Ну, так, подожди, а что вас это так смущает? 11 тысяч украинцев убьют. Ты мне говоришь, что это, блядь, адекватный человек. Это пидор. Тупой пидорас, который, блядь, наслушал всякую хуйню. Это обоснованный пидорас. Ты, ебаный пидор, который в очках. Сука, ты, если ты приедешь в Россию, я тебя, блядь, буду так обсыкать. Я тебя отпижу сначала, я тебе, сука, посажу на цель. Скажи, пожалуйста, подожди, зеленый. Ты будешь жрать мое говно, гондон, ты ебаный, обоснованный. Зеленый, не пылай. Я тебя, сука, обоссу, ты понимаешь, петух ты, ебучий, блядь. Ты понимаешь, что? Ты, вот, сука, я тебе, уже, блядь. Слушай, сколько у него роста, у зеленого, ты можешь сказать? Живность, ты ебаная. Секунду, я понял, зеленый, секунду. Сука, ты ступишь на российскую землю, блядь. Гондон, ты ебаный. Я тебя, сука, запомнил в лицо. Яша, сколько рост у него, я понял. Вот слушай внимательно. Вот земля круглая, пидорасты, бородатый. Я тебя увижу, сука. В любом случае, мы встретимся не сегодня, не завтра, я встречусь в четыре год. Ты же даже будешь, блядь, сука, малоимущим пидорасом, вот ты будешь просить копейку, я тебе въебу, въебал, я тебя басу, понимаешь? Я запомнил твою ебаную. По-братски, от души вообще, спасибо. По-братски, какой ты мне брат, ты пидор. Яша, ты видишь, что это вот братушкино. Я тебя, сука, буду, сука, душить гондона ебаного, я тебя вырву в бороду. И, сука, волосы, сука, на жутку, блядь. Потому что я тебе еще раз говорю. Яша, сколько у него рост, скажи, почему он такой маленький, у него столько говна в нем? Мрач, ты ебаная, сука, ты тварь, ебаная. Сколько рост у него, ты можешь сказать? Как с ним ужасно? Смысл в том, что весь изменится правительство, изменится политика, блядь. И пройдут, блядь, десятилетия, чтобы вернулось, блядь, на то, как было пять лет назад. Оно вернется. Ну, какой ценой, какой ценой и какой кровью. А вот это произойдет, потому что народ... Вы должны, как фашистская Германия в свое время, вы должны покаяться. Блядь, мразь, блядь. Понять, что действительно это делалось с вашего попустительства. Даже если не вы сами нажимали курок, но вашим действием и бездействием это поощрялось. Подожди, нахуя вы там булки раздвигали, блядь, сначала Обаме, потом Трамп... Что это у вас за дикие фантазии, я не могу понять. С простыми людьми. Ну, так я тебе, как простой человек, я тебе и говорю. Точно так же, как и весь мир, да? Нет, весь мир, весь цивилизованный мир наложил на Россию санкции. Это... Ну, блядь, эти санкции нихуя перетерпят. Друг, понимаешь, санкции... Ну, понятно, ну за что вы наложены санкции? Я говорю, блядь, я же понял отношение... Яша, да въеби его, ты задолбал, что ты... Скажи, санкции за что наложены конкретно? Ну, ты же ответил на свой вопрос, потому что мы пидорасты. Нет, за оккупацию Крыма. Ну, да. Они боятся, понимаешь? Они боятся. Они всю эту хуйню боятся. Я же не объяснил свою позицию, даже, блядь, Путина, которого я там... Скажем, ну, не во всем с ним согласен. Ну, конкретно за Крым другого варианта не было. В смысле, нельзя было жить как нормальная страна и заниматься своей страной? Мне Крым... Ты понимаешь? Послушай, я тебе объясню очень просто. В тринадцатом году, если б ты меня спросил и спросил, нужна ли Украине армия, нужны ли тут натовские базы... Я бы тебе сказал, зачем нам армию? У нас есть наш друг Россия. Если на нас кто-то нападет, мы как соберемся, как дадим Терлей. Сказали, нужны ли тут натовские базы? Я же сказал, вы что охуели? Да нахера нам тут идти? А сейчас я тебе говорю, Яша. Что сейчас я... Вот у меня двор, пусть вот тут будет база, пусть поставят тут ядерную боеголовку, чтобы она была на вас, тварь, и направлена. И чтобы у нас была защита от вас, потому что вы сумасшедшие просто, понимаешь? И так считает большая часть населения Украины. Полно, конечно, тех дебилов, которые считают с нас врату. Это я уже понял. Вот, так это благодаря политике вашего Путина и вас. А не в нас это вина. Что было первостепенно? Кто? В чем первостепенно? Ну, перед тем, как ты в огородце захотел поставить град. В смысле, вы пришли на мою землю и начали убивать моих сограждан? Подожди, подожди, подожди. Подожди. Я к тебе не приходил. Ну, какая разница? Ты избиратель, ты выбрал ту власть. Это еще до Донбасса был, Крым же до Донбасса был. Крым вообще с чего начался? Ну, Крым начался с того, что вы нагнали туда зеленых человечков, делали вид, что то не ваши солдаты. Почему они там оказались? Потому что их Путин туда отправил. Почему их Путин туда отправил? Потому что вы хотели оккупировать Крым уже давно и выдвигали эти предприятия. Да нахуй мне не нужен этот Крым, Андрей. Ни мне, ни ему, ни ему. Он нахуй не нужен. Да вас никто и не спрашивает, потому что вы никто. Что вы мне все время рассказываете, вам нужен или не нужен. У вас своего ничего нет. У вас это вот эта раскладушка с его, на которой вы спите. Только я убивал себя раз, а ты серьезно живешь, блядь. И он у зеленого, его компьютер, на котором он дрочит. Все, вот это все, что у вас есть в этой жизни. Крым, да? Крым. 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 Да, блядь, дай я попробую. Ты, если ведешь к Майдану, я тебе объясняю. На Майдане люди вышли, во-первых, за то, что избили студентов. Во-вторых, за то, что Янукович, Украина 25 лет. Пидорас, ебучая. Да подожди. Вы, блядь, стираны. 25 лет. Мы завтра, блядь, повалю с человеком. Блядь, блядь, они стираны стирают ленты, блядь. Я понял, я понял. Спроси, спроси у него, пидораса, блядь. Спроси, блядь. Эмоции, когда хорошего не поводят. Украина 25 лет шла в Европу, и потом в последний момент Янукович говорит, все, мы не идем в Европу, мы идем с Россией в Таежный Союз ваш. Ну, как ты считаешь, это нормально? Европа 20 лет давала деньги на реформы. Янукович их воровал, выводил их в Россию. И потом, когда Европа сказала, ребята, мы вам давали столько бабла, сколько можно давать. И вы ничего не сделали в стране. И он побежал к Путину, а Путин сказал, да, я дам сейчас 15 миллиардов вам, конечно. И ты хочешь сказать, что он сейчас пиздача живется, чем было приемлемо? Нет, у нас, я объясняю, в чем разница. Мы живем так же тяжело, потому что у нас война идет, страна разворована, коррупция, и все как было, так и есть. И еще долго мы это будем бороть. Но, я объясняю, у нас есть надежда вообще хоть какая-то вырваться из этого порочного круга. Это утопия, Андрей. Вы оторваться от вас, наконец-то, от ваших вот этих, вот этого, вашей паранойи, на вас нападут, ракеты поставят. Я вам еще раз говорю. Вы боялись, что будут ракеты в Крыму? Теперь они будут еще ближе к вам, к Москве. Они будут в Киеве, в Полтаве и по всей Украине. Вы тазик набрали для зеленого или нет? Бля, ты взрослый человек. Я за него переживаю. Ты же понимаешь, что это, блядь, утопия. Ты вот взрослый человек, говоришь, вот... Нет, страны вырвались. Вырвалась Польша, вырвалась... Страны Балтии от вас оторвались. От вашего дикого мира. Оторвались и мы оторвемся. Я не имею даром Ванги, но я буду прилагать максимально усилий, чтобы мы оторвались от вас. Не хватит вас усилий. И это исторически так сложилось, что, блядь, Украина, это Украина, 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 Россия. Как может быть, Киевская Русь сама себе окраиной, подумай, исторически. Ну, это ты далеко уже зашел. Вот такая... Какая окраина? То есть, ты хочешь сказать, вот там, где ты сейчас на вахте, вот этих ебенях, то есть, ты считаешь, что это там центр мироздания, у нас вот тут Украина, это окраина. Нет, просто сейчас темно, в ебенях ты сидишь, Андрюх. Ну, хорошо, в каком регионе, скажи, в Демене или где вы там заседаете? В Краснодарском крае. Охуительное место, я тебе скажу. А, в Краснодарском? В Краснодарском, в Краснодарском, ладно. Это вы тянете этот трубопровод, что ли? Да, да, да. Все, тянем. Качаем. Так, а куда вы тянете уже? Никому не тянет. Ваш газ, никому не тянет. Железную дорогу на Крым. Мост. Здорово. Ждем первого ледохода по поводу вашего моста. Блядь, ну, правда, взрослый человек. Он долбовер. Масишь. А ты мне не верил? Вы набрали тазико зеленый? Да, все, порядка. Андрюх, ладно. Я... Давай мне зеленого, попрощаюсь с ним. Давайте удачу. Попрощаюсь с ним зеленый. Друг, понимаешь? Ну, покажи, штаны прогорели у тебя или нет зеленый? А ну, повернись, покажи. Я спокойно. Мы реально переживаем, ребята. Я и мои 2000 зрители реально переживаем, что это прогорело. Живность, понимаешь, что, животное ты, понимаешь? У моих, у моих детей жизнь обеспечена. А ты, животное ебаное, будешь скитаться по Латвии, по Польше. Как вы сосали хуй в Америке, так и вы будете сосать. С копейки на копейку перебираться, блядь. Мы проживем. Но вы, вы без нас не проживете никогда в жизни. Вы как от нас зависели, блядь. Газ, нефть, всю хуйню-муню. Сейчас мы вам пидорасом перекроем, блядь. Газ перекроем в нефть, и вы будете сосать хуй, блядь. И Америка вам покажет просто вот так вот, блядь. И вы будете просто глотать негритосный хуй по самые гланды. Вы тупые пидорасы. Вы это никогда в жизни не поймете. И вы, сука, ебаный, блядь. А ты, пидор, блядь, бородатый. Если я тебя увижу в жизни, блядь. Слушай, Зеленый, я хотел спросить. А покажи вентиль, которым ты будешь перекрывать твой газ и твой нефть. Деньги? Вентиль, 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 которым ты будешь газ нам перекрывать. Сейчас я тебе покажу. Смотри, губка, смотри, очко. Я перекрою очком твою тупую бородатую жопу ебаная, блядь. Это лайк, ребята, это лайк. Ты, тупой пидорас. Я ее накрою очком, и ты пидорас. Не, ну главное, подожди секунду, Яша. Понимаешь, мразь. Вижу, что жопа рабочая. Вижу, чем ты зарабатываешь деньги. Блядатая мразь, ты приедешь сюда к нам. Это ты показал газ, да, где у тебя добывается? Фу, да ты что вы нюхаешь, долбоюб? Ты середневой желудочек. Нюхай ты, Яша, сейчас. Ой, господи, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, газку, чтобы у меня в доме было тепло. Я перданул, и ты зажжешь пичечку, у тебя загорится в доме очах, ебать. Но, дружище, ты приедешь в Россию, мразь ебаная, когда ты будешь на работу что-то устраиваться. Вот тебе, пидораса, я никому к нервности так не относил, но к тебе, борода, ты хуйта. Хоть ты и старше меня, ну раз, если ты мне попадешь. Понимаешь, друг, я тебя поставлю раком, я тебя отобью, блядь, все твои конечности ебучие, блядь. Сломаю тебе все, блядь, 10 пальцев на руках. Засуну тебе член в рот, носу туда, пидорасу. А нет, сначала тебе выбьющие зубы, гандона. Засуну тебе в рот, член, блядь. Он сейчас кончит, ребята, разбегайтесь. Буду тебе ссать в рот, пидорас, пока ты не захлыбнешься. Я тебя разобью, твою улыбку ебучую и хитную. Потому что ты, пидор, сиди сейчас без денег, у тебя денег хуйма. Понимаешь, ты сейчас член, твою жену сейчас ебут американцы. Ты что, ой, господи, я сейчас в четверлицку, в четверлицку задал с пацанами пообщаться, хуйницам России в жизни. Ой, блядь, я буду сейчас говорить, что мне в России все, что мне в Украине все охуина, блядь, в России все хуйня. А твою жену ебут американцы, вот в анальное очко так, а-а-а-а, анальное очко так раздвигается. У нее уже анальное очко, как у гиппопотам, понимаешь. Она уже, блядь, где присела, там и обосралась, понимаешь. Вот ты, пидор, ебучий, блядь. Ну прямо как ты, да. Она если чихнула, она и обосралась. У меня, дружище, вот ты сейчас смеешься, угораешь, твои зубы, которые там, блядь, уже вставные, потому что уже старая хуйта, которая обоссанная, пение обрыганной, блядь, улыбасенную, улыбасенную, мне похуй вообще. Ты приедешь, пидорас, в Россию. Ну, гандоничья ебучая, блядь. У меня, сука, сестра работает в таможенном, блядь, профсоюзе, я твою ебало запомню. Если ты, сука, пересечешь в Россию... Ну, зелененький, а как тебя звать, хоть? Зелененький. Я тебя найду, пидор, ты гнойный, блядь. Сестра моя работает в таможенном союзе. Если ты, пидорас, пересекаешь территорию России, я вставляю... Ну, я так в Россию мечтаю попасть, вообще. Мечтаю, мечтаю, пидор, гнойный, я тебе все зубы твои... Я тебе все зубы вставные выбиваю, вставляю свой член в рот. По-самый главный, ты будешь... Знаешь, пупикатер, как собака, которая гланд, нихуя нет. Чихай, так вы уже гандонишь, я тебе буду кончать в рот. Я тебе столько посажу на сыпь, и ты будешь у меня как собака дворовая сидеть. Яша, вы сегодня осторожны, вы там как-то кровать примотайте скотчем. Соседи приходят... А то он что-то сегодня возбудился. Там не полнолуния у вас, нет? Соседи придут и говорят... Давайте закончим этот бесполезный... Вот, соседи приходят, и он... Я говорю, о, пришла тут янинка, соседка. О, думаю, сейчас я выйду, блядь. Она гавкнула собака, которая у меня в будке живет. Это украинская собака, знаешь? Она такая... Ты выплеснул? Ну, она... Это животное, ебаное, Яша, ну ты понял меня или нет? Че-то пидор гнойный, это пидор... Яша, да въеби его уже наконец-то, хай он отдохнет. Это будет легче для него. Сука, ты где, сука, находится, тварина ебаная, керази будет. А город Полтава, Андрей меня зовут. Стой, не переключай, не переключай. Фамилия. Карпов, Андрей Анатольевич. Карпов? Ну ты, пидор же, спизделал. Покажи паспорт. Ну, у меня нет с собой. Покажи, пидорас. Есть только... Есть кошелек вот такой, в атошоу переписываю. Сейчас хуй покажу, я тебе серьезно говорю. Покажи мне, блядь, паспорт, пидор гнойный, блядь. Ну, у меня нет с собой. У меня в Полтаве есть родственники. Пидорас, покажи свой, блядь, паспорт, блядь. Паспорт, покажи, покажи паспорт, мразота ебаная. Украинский свой... Как ты только-то расчехли и говорит, я украинский петух. Покажи свой паспорт, мразота ебаная. Ну, мне от собой просто. Сходи, я подожду. Ну, смотри, вот... Я подожду, мразота, сута. Подожди, покажи паспорт свой, тигрышер. Смотри, смотри, в ютубе ты можешь набрать Андрей Полтава, и меня найдут, там есть данные мои. Покажи свой паспорт. Покажи как, Андрей Полтава? Андрей Полтава, набери в поиске, паспорт. Покажи паспорт, покажи свой паспорт, мразота ебаная. я вместо меня повтори и страстники не приедут не раком на собой меня в куртке остались то есть вы хотите сказать что я разжигаю ненависть да ну блин даже даже не знаю как бы куда еще больше в топку вот там накидывать в ту которую он показал все-таки нашелся кто-то видно из них трезвомыслящие врубился что это идет трансляция прямая в общем поздравим новую звезду ютюба зелененького он хорошо себя сегодня отрекламировал в общем ребята но думаю это на этом надо закончить в общем как вы видите нам еще работать и работать с вами поэтому ребята спасибо тем кто жертвует на армию не за ребята ну ну понимаете пришло от 5 человек вас сейчас смотрит ну вот имейте совесть вас смотрит сейчас 2200 человек по 10 гривен пожертвуйте сволочи и мы купим что-то полезное ну для армии для нашей на я не говорю себе на карточку а то вот 90 06 заканчивается вы поймите что вот они сидят краснодарском крае эти вот они вам надо здесь у нас со своими жопами этаж ну что такое для вас 10 гривен вообще копейки абсолютно так не он конечно сегодня дал так что у нас там да ребята да спасибо 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 всем спасибо что пришли на трансляцию это сегодня была такая не не прогнозировал но не не ну случайно произошла собственно ли захотелось мне пообщаться спасибо всем кто жертву а я хотел посмотреть может тут кто-то какие-то сообщения писал сейчас одну секунду можно в приват 24 кто перечисляет можно сообщение к платежу кидать и я тогда смогу прочитать так на то смотрим кто тут шо нам перечислял да давайте надо немножко стыть от зеленого зеленый конечно же не по-детски вообще так на то нашим войсковым так знову долучусь она девайсики для захистных киев да это все на девайсики для захистных киев почему-то с вопросительными знаками разумеется ребята чем удобно карточка то я вам объясняю на зарестрирована в налоговой реально я за эти деньги должен отчитываться там все очень просто я я специально так сделал вы думаете что я не ну совсем идеальный такой прямо человек что мне не хочется и от эти суммы так для меня это просто цифры я не имею доступа к этим дня поэтому я имею доступ ну я их не могу просто так снять и потратить поэтому к сожалению так сколько могу ребята даже 50 тысяч подписчиков если бы не были такие жлобы то просто по одной гривне вы пожертвовали и мы бы купили квадрокоптер ну почти 50 тысяч но так как жертвуют сотни сейчас жертвует сотни людей то соответственно им приходится перечислять по 100 гривен по 200 еще за тех кто не может одну гривну на армию пожертвовать так нехайланы широкополе днепро и круче и так далее вот человек 300 гривен перечислил так на армию ну собственно вот это пока и все так и мне тут перечисляли спасибо за поддержку канала ребята потому что так андрюхи о спасибо дорогой олег георгиевич перечислил спасибо андрею иванович у андрей иванович кинул хорошую сумму спасибо тебе дорогой так так пишет алексею ламповой вата это один кстати из на мой мой коллега можно минимум 500 гривен задонатить алексею поэтому он мне задонатил так как мне можно сколько угодно уже каждая копейка это так уважаемый андрей большое спасибо за борьбу за нашу свободу чем у ну ребята за нашу свободу это не мне это нашей армии всем адекватным украинцам которые борются несмотря ни на что не покладая рук для солдат украины блин ну на мою карточку кинул для солдат украины ребята ну просто в чем чем разница за такие 50 гривен который ты кинул придется заплатить налоги лишние а там карточка то она не облагается налогами чтобы понимать так на чай с малиной выздоравливай но это уже старое перечисление все ребята так как с пидорашки отправить не знаю ребята на paypal как вариант можно отправить на paypal он указан тоже здесь под видео в отошел в донат там получатель будет сергей не пугайтесь это мой друг в сша поскольку в украине не работать на прием paypal поэтому сначала вы отправляете туда потом он мне передает доступными способами пишите если будете на paypal жертвовать пишите пожалуйста что это помощь а то или эта помощь каналу чтобы я знал потому что там счет один и потом мы смогли разобраться чтобы мои денежки не перепутались не с моими так ну что все спасибо всем кто сегодня пришел вроде уже все шумов с мобильного счета можно перекинуть на карту да можно можно прямо мой мобильный телефон пополнить он тоже указан под видео в описании там есть и другие способы оплаты там и скрилл для европейцев и биткойны даже кстати есть и монеро и что хочешь об у вас деньги были жертвовать и желание так подависти пришли гроши юра юра я же не знаю сколько ты отправил и куда так пришло 50 гривен сейчас секунду 10 гривен пришло от кого-то пришло секунду о кто-то сейчас докинул о тысячу кто-то докинул я же вижу что сразу сумма изменилась так пришло пятьдесят сто тысяча десять это на армиями виду двести пятьдесят сто сорок десять сто сто тридцать десять тысяча так привет из полтавы привет привет ребята полтаве много меня встречает узнает в общем это это приятно это поддерживает собственно говоря так як як на 3 мобильный ну под в описании ребята вы должны уже знать мой номер 067 162 47 15 если вы до сих пор его не знает номер тупо спалил свой ребята мой номер под видео указан уже год ход указан шо уже спалить куда уже спалить да и кстати правильно подсказывает по поводу россия продает нам свой газ дешевле чем европа сейчас им при приходится по этому контракту так что ребята надо быть хитрее не надо быть тупыми ничего выживем как бы они не надеялись да правильно подсказывают наши модераторы спасибо якодзуму и всем кто модерировал оли в группа фейсбуке фейсбуке вата шоу есть тоже ссылочки под видосами там куча информации ребята подпишитесь в группу подпишитесь на меня в друзья ко мне добавляться бесполезно потому что уже там пять тысяч у меня друзей есть это максимум и тысяча запросов уже поэтому просто подписывайтесь на меня я там выкладываю анонсы что потом не спрашивать вот от тебя не выходит видео видео выходят на кучу каналов у зрителей у моих у меня а там я все их публикую новые все там публикую в группе фейсбуке и все и вообще даже если по бане ци видео каналы у меня youtube у нас будет группа фейсбуке я открою новые каналы и буду туда просто кидать ссылки фейсбук так все давайте удачи всем спасибо кто пришел всем кто пожертвовал всем удачи пока